у меня на столе сегодня улитка ребят не занимайтесь ерундой обращайте внимание на новые тренды давайте попробуем уже поиграть ну что прикольно раз все это запомнили на ус намотали окей вы на канале есть вопрос меня зовут александр приветствую всех и друзья у меня на столе сегодня улитка вы спросите а чё у нас снова алгоритмизация 15 миллионный раз или еще как-то а на самом деле все достаточно просто поскольку мы в том числе занимаемся поставками оборудования я вижу что многие пытаются оснастить свои классы учебных заведений или групп вот такими мышками я уже много раз говорил ребят не занимайтесь ерундой потому что стоит эта штука дорого но она к сожалению ломается она была хороша для своего времени это время ушло как и многое другое поэтому досмотрите до конца узнаете цену этих наборов и сразу поймете что лучше а в целом всегда говорю обращайте внимание на новые тренды потому что вам дают новые методики а это важно потому что все уже переосмысленно давайте посмотрим и познакомимся вот с такой улиточкой которая называется коба друзья давайте займем удобное положение для просмотра этого ролика наберемся терпением на пять минут и собственно переходим к основной части сюжета и чтобы далеко не затягивать берем наш набор коба он выглядит следующим образом немножко помялся но это транспортные компании далее его необходимо вскрыть и посмотреть что находится внутри этот набор я увидел только на выставке на ммсо знаете вы такую выставочку и собственно думаю что бы вам не показать поскольку клиенты наши желают ее приобрести книга учителя на русском языке книга заданиями листаем 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 сразу из книги понимаем что есть какие-то плитки есть какая-то карта окей окей все страничек какое количество если берем массы но вот вся две штуки супер далее такая же книжки я так думаю на английском языке все верно окей кто не понимает по-русски понимает по-английски улитка бывает двух цветовых вариациях здесь на стоит галочки и на коробке мы это видим оранжевый синий у нас с вами сегодня оранжевая ох ты я ее пытаюсь достать смотрите какая она прикольно сверху мы видим с вами элементы для соединения с лего 4 таких пина собственно зарядка micro usb внизу кнопка включения датчик спереди по идее датчик касания и вот эти боковинки они светятся также динамик встроены а значит раз есть динамик мы либо поем либо разговариваем запомнили шоке кабель для зарядки положили уже хорошо и далее мы смотрим что еще есть есть вот такой коврик его мы распакуем позже и собственно два две такие связки из карточек из картона супер ну собственно что мы с вами имеем все на столе ну согласитесь неплохое количество элементов давайте попробуем уже поиграть ну что друзья коврик на столе куба на коврике и что я вам хочу сказать коврик тканый это неожиданно другие материалы обычно производители используют наверное его стоит разгладить будут ли мешать эти складки мы узнаем чуть позже не забывайте досмотреть до конца и собственно еще у нас есть сами вот эти карточки да которые уж точно не помнешь и мы можем программы создавать самостоятельно важно что если вы работаете с полем и вам это нравится вы большие молодцы но вы скажете мы хотим больше лучше потому что это мы все видели в других наборах да здесь есть возможность работать с компьютером точно так же как вы на видушках создавали простую программу для движения вперед поворотов налево направо и воспроизведение звуковых и цветовых сигналов вы можете делать это с помощью вот этой улитки но с помощью компьютера ноутбука все это запомнили ноус намотали окей попробуем чуть позже итак давайте включим и посмотрим что произойдет первое включение вот так смотрите на русском языке с нами кого поговорил и собственно вот на этом поле с помощью компьютера мы могли бы его куда-то отправить но у нас с вами компьютера сейчас нет у нас с вами есть большое желание узнать что это за набор за такой и набор из карточек давайте просто вот сейчас не читая инструкцию как это вводится у нас же тема-то дошкольная ну значит мы должны разобраться без инструкция теоретически эта коба напоминает нам о себе также обратить внимание что для того чтобы погружать детей занятия полностью вы можете использовать детали лего напоминаю всем смотрите у меня есть плитка старт давайте посмотрим что произойдет если я кубу помещу на старт ухты свободная игра хорошо далее игровой режим так хорошо я поставил тебя на стартовую карточку дальше красный цвет проверяем вы смотрите вы понимаете он понимает вот смотрите я уставлю поперек супер он понимает направление отлично у нас здесь написано red наверное загорится индикатор красного цвета дальше мы говорим и путешествуй вперед дальше мы говорим еще раз путешествуй вперед и дальше мы говорим пусть загорится а давайте пусть он станцует все очень хотят посмотреть как танцует улитка я так точно все я думаю что на этом мы наверное закончим единственная плитка которую я вижу не имеющие продолжение это вот этот даймонд давайте его поставим наверное это так работает я честно говоря не знаю и единственная кнопка которая у нас с вами есть это вот это сверху нажал у поехали красный красный есть вперед он поправляется сам танцы ну а чего хотели от улитки ожидать все этот танец в стиле улитки мы справились смотрите далее что у нас есть у нас с вами есть карточка со звуками то что я говорил мы можем работать здесь у нас паровоз карточки двусторонние а здесь у нас полицейская машина все супер вот это у нас я так понимаю лук видимо циклы это наверное для свободного программирования это конец цикла ну давайте попробуем с ним сработать если в первом виде программирования мы с вами разобрались линейное программирование которое визуально и понятно всем окей давай сейчас попробуем разобраться с программированием номер два это свободный режим я так подозреваю что мы без компьютера можем с вами путешествовать в том числе по этому полю но задавать программу мы будем с помощью таких карточек видите эти карточки не имеют элементов соединения я пока это только предполагаю но мы с вами сейчас наверное убедимся карточку нас с вами 30 штук количество огромное для этого набора они все толстые поэтому прослужат долго а в таком большом количестве пользу принесут тоже долго точнее тоже много ведь заговаривать окей давайте попробуем собираем и собственно свободное программирование сейчас попробуем еще с этими карточка может они тоже нам доступны свободная игра хорошо мы говорим вперед мы говорим вперед мы говорим вперед и мы говорим вперед и я не знаю задали мы не задали программу мы же без инструкции раз два три здесь должен остановиться погнали 1 2 ему кстати складки не мешают друзья то есть мы с вами выяснили что карточки которые не имеют соединение типа пазл тоже используется в свободной игре но и друзья сейчас давайте попробуем отработать циклом все очень просто берем нашего преступника пусть будет эта мышка за такие деньги конечно это преступление покупать его дальше нам необходимо его поймать соответственно мы с вами что будем использовать свободный режим как это делается мы берем коба ставим на старт старт вперед поворот налево супер ну все погнали цикл включился три раза обратите внимание что между циклами он долго ждет и так как это поле он не выравнивается все и конец программы мышь поймана смотрите друзья понятно что сейчас я в голове программу создал мне это достаточно делать просто но для того чтобы вы с детьми легко это могли сделать вы используете вот эти плитки то есть движение вперед вот она у нас идет полностью видеть у нас прямо на это поле хорошо встают вот эти все плиточки и далее мы создаем уже полноценную программу раз два три елочка гори вот он приехал доехал далее у нас далее у нас с вами звук и окончание программы понятно что здесь мы с вами две плитки друг на другу не накинем вот потому что у нас свободный режим но в целом вот так тоже проканает если он поедет будет здорово вполне ну то есть программа по сути у нас с вами вот так и выглядит отлично мне очень нравится собственно давайте рассмотрим какие карточки еще есть и что к оба с ними умеет делать почему он такой необычный потому что производители ведь тоже не просто так все делают они придумывают чем их продукт отличается от продукт конкурент смотрим здесь нарисовано яблоко окей нашли яблоко нашли банан здесь у нас есть рандом но кто не знает это случайным образом выбирается видимо какой-то фрукт яблоко ну то есть это такая вариативность друзья вот такая карточка которая у нас собственно отвечает за касание смотрите когда доедет у нас с вами коба ему необходимо будет погладить мордочку далее река вот ведь что-то у нас не поддерживается а еще у нас другой стороны здесь есть такая перемести меня то есть также когда доезжаем до препятствия допустим и ты перекидываешь его через клетку и все и он продолжает выполнение программы классно классно это очень здорово в плане того что но необычно ну и собственно друзья мы рассмотрели два режима третий режим очень простой то что я говорил самом начале это программирование с помощью компьютера здесь ничего сложного нет берем компьютер устанавливаем программное обеспечение коба подключается к нему с помощью того же юсби шнурка и мы осуществляем программирование для выполнения тех задач которые у нас есть посмотрите как это выглядит это достаточно просто просто другой формат опять же вот у нас одна игрушка и три формата работы с этой игрушкой согласитесь это немало а теперь давайте возьмем ее конкурентов прямого поставим их друг напротив друга и всю комплектацию вот этой мышки я могу положить вот так сверху на самом деле вы скажете что александр реже версия deluxe я говорю окей версия deluxe есть там есть точно такие же поля есть у нас же тут датчик касания магнитный встроен есть у нас сыр есть у нас пластиковое поле все это есть прекрасно но зачем вам эти все аксессуары если у вас вот как вы здесь видите колесико работает колесико не работает это мне одно учреждение попросила замените мышку коль у нас так на выставке лежала той которой мы не пользуемся собственно это учи всех мышей в будущем но что еще хотел сказать здесь у нас программирование только одного типа пусть наши коллеги из европы утверждают что это безэкранное программирование это прекрасно друзья у нас дети сидят в гаджетах постоянно и они все равно с этими экранами взаимодействуют того что вы здесь так или иначе дадите возможность до поработать на ноутбуке но сколько вы там дадите то по времени вы просто ставите цель что когда ты будешь взрослым программирование будет возможно мы не знаем что в будущем будет на компьютере и вот немножко компьютерной грамотности возьму владение мышки детям показали но все остальное то у нас классное программирование мы здесь только нажимаем одну единственную кнопку а еще мы можем здесь поставить какие-то предметы лего которые более заинтересуют наших детей вот я к чему говорю здесь каждый сам решает для себя понятно что если у меня весь класс вот с этими мышами и в целом меня все устраивает они не ломаются но как бы наверное имеет смысл докупить еще одну чтобы уже укомплектоваться до конца именно мышку давайте поговорим про день а сейчас отдельно мышки найти сложно в основном остались версии deluxe и вот не за написали специально ребята записочку такую чем нас приобретают чаще всего вот средние цены по рынку смотрите мышка 25 990 26 тысяч рублей 26 проба улитка сколько вы думаете давайте вот напишем в комментариях примерно 20 тысяч 500 рублей это я округлил 20 тысяч 500 рублей уже дешевле но у нас три формата программирования у нас с вами есть продолжение которое позволяет нам детей еще учить математику есть мы на будущее смотрим да и у нас неубиваемая платформа опять же убить можно все абсолютно но здесь функционал то точно уж побольше это раз далее есть такая прекрасная алгоритмическая пчела которая собственно и было мне кажется родоначальником всего вот это движение когда у нас игрушка обучает детей программирование ранее его не видел но робо пчелка просто когда вы берете одну пчелку покупаете она такая здорово вам обойдется 19 600 рублей 19 тысяч 600 рублей и вы там ничего не получите будет только одна пчела и вы докупите отдельно поля по пятерке денег и прочее 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 и выльется вам какая-то сумма непонятно или вы возьмете вот такое современное решение которое будет вас радовать не обязательно это у нас аналогов большое количество но здесь есть смотрите книжка здесь есть мягкое поле здесь есть плиточки здесь есть свободный режим а еще он вроде как можно поговорить с детьми о пользе еды да то что дети переносят вот эти необычные клетки куба он заставляет детей взаимодействует с собой именно через тактильность да то есть он говорит погладь меня перенеси меня это мелочь но она все равно влияет на восприятие детьми вот этой игрушки они не будут рассматривать это занятие как обучение они будут рассматривать эти занятия как игра до шапочку какой-нибудь связали все и поехал у нас более интересных формат короче все это я говорил к одной простой мысли вот мы этот канал снимаем за свой счет для вас для того чтобы вы видели современные инструменты в образовательной среде и приобретали те которые вам нравятся если вам нравится мышка ну конечно же приобретайте ее если вам нравится коба приобретайте его вот сейчас в нем узнать если нравится пози берите их потому что там тоже большая линейка то есть как бы каждое решение она только вам нужно то что у вас зажигает то что вас мотивирует выходить на смену да или приходить в класс максимально мотивирован то должно у вас и быть поэтому здесь классно то что он разговаривает по-русски то что у него есть математика да это значит началка уже у нас хорошо залетит или подготовишь ки тоже прекрасно зайдут если у вас есть какие-то доп услуги здесь у нас есть запрограммирование классно классно все но опять же выбор остается за вами а такой же выбор у вас есть писатель не писать комментарий под этим видосом а еще ставить большие пальцы вверх или вниз я его полностью оставляю за вами вы у нас люди взрослые и сами решите заслуживает ли это видео какой-то реакции ну что друзья с вами был александр канал есть вопрос до новых встреч и пока вот такая фигня у нас сегодня шли